здравствуйте дорогие друзья ну что ж закончились праздники мы снова в путь а как опознать правильный путь все в торе давайте вернемся чуть чуть назад вспомним когда выяснилось что сара это жена авраама а фараон забрал ее в свой дом фараон спросил его почему ты не сказал мне что она твоя жена и вот гирж обращает внимание на слово мне он пишется что мы видим очень интересную вещь фараона не удивляет что авраам не сказал этого всем остальным очевидно он понимает что не было убили и забрали сару ведь моральный уровень подданных фараона был очень низкий но почему ты не сказал мне говорит фараон фараон считает себя порядочным человеком в отличие от всех остальных от своих подданных и он очень удивляется однако в глазах авраама который понимал жизнь фараон был не лучше прочих по понятным причинам сказать он этого фараона наверно не мог да и поэтому в авраам просто не ответил написано на вопрос фараона такова природа каждого человека ему кажется что все что он делает там все все его именно его дела самые хорошие самые праведные человек вообще в своих глазах очень праведный но он безукоризненный обычно да и поэтому сказал царь шлома все пути человека чисты в его глазах раба иньона в комментариях на этот стих написал что по этой причине работа над исправлением черт характера важнейшее и самое тяжелое дело человека человеку не просто осознать что он поступает ошибочно и он не знает что ему исправлять поэтому поэтому человек захочет исправить свои черты характера это главное в его жизни вот вот для чего он пришел выпрямить свои пути ему надо задуматься какие пути хорошие как что надо исправить как быть и так сказали наши мудрецы лучше бы человеку вдумайтесь великие мудрецы спорили сказали лучше было бы человеку не родиться чем быть созданным почему потому что за главная работа исправления качества люди уходят через 120 лет не исправить ничего приходят следующий мир им говорят ну он говорит что ну ну все вот мы говорим об этом поэтому это предостережение проверять свои поступки означает исследовать их чек должен смотреть думать на тем что он сделал вечером ты обязан провести самоанализ человек если ничего не знать ничего не спрашивает он не сдвинется надо двигаться прощупывая как сказали мудрецы свои дела необходимо прощупывать их проверять самым придерживающим образом короткую историю даже не история от пример такой приведу чек идет по дальней незнакомой ему дороге на обеих ее сторонах установлены дорожные указатели они напишут куда там нельзя там можно и так далее допустим шофер принципиальный чек не хочет обращать мне он не едет куда заблагорассудится с упрямством заявляет он лучше понимает он разбирается он прекрасно все видит и вполне возможно он уедет или в противоположном направлении ли еще пострашнее что не будет поэтому за то время что с ним ничего не случается значит он считает что все идет хорошо вот примерно такая ситуация происходит нашей жизни когда внешне там и внутреннее положение становится трудным невыносимым непонятные вещи в жизни когда сбивается ритм мы начинаем спрашивать а где справедливость почему страдаем как так мир построен как мы дошли до этого и все вопросы обращаются в основном хозяину мира ответа кто простой он заключен в нашей отдельной главе бахухатай оказывается мы не обращали внимание на указатели сегодняшней главе которая 3300 лет назад был отдан ответ на все эти вопросы и установлены указатели которые надо двигаться чтобы ты пришел к правильной цели когда мы считаем себя более умными чем тот кто создал мир когда мы считаем что придерживаться заповедь это не обязательно да это такая то это приводит к сначала к разрушению крама а потом к такому миру который мы сегодня видим и претензии только к нам поэтому еще раз возвращаюсь назад не зря говорили мудрецы что одно из самых важных вещей в жизни человека человеку нужен самоотчет человек обладает подсознательной способностью осмыслить себя подправить заложенную программу но если он этим занимается осознание позволяет ему видеть себя в разных ситуациях оценить свои поступки и тогда он почти божественность у кусочек божественности забрал есть даже урок которым как начать это делать возьмите сегодняшний день проследите за собой и проведите один день ни разу не назвал слова я вот это для начала такое простое упражнение попробовать это очень непросто окажется но если вы это сделаете это уже первый шаг в правильном направлении потому что я это только у всевышнего человек он маленький браха вы от слаха всего самого лучшего подправим свои пути